Идеи, достойные распространения, пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк. Я управляющий партнер пиар-агентства и по воле своей профессиональной деятельности мне часто приходится слышать маркетинг мест, брендинг территорий, продвижение регионов и так далее и тому подобное. Меня сегодня попросили рассказать о продвижении бренда Сибирь в России или за рубежом. Поскольку тема пафосно называлась «Особенности регионального продвижения или брендинга», то, наверное, первая как раз особенность заключается в том, что это очень по-русски сидеть, ничего не делать и ждать. Это первая особенность. Вторая особенность тоже очень по-русски сидеть и ждать, когда за нас это сделают власти. В принципе, все логично, потому что именно власти, казалось бы, должны продавать территорию как место для проживания. То есть, чтобы мы хотели сюда приехать, чтобы я захотела вернуться в Новокузнецк почему-то, хотя выехала достаточно давно. Или чтобы я захотела посетить Новокузнецк неожиданно, как турист, я не знаю, как инвестор, то есть как место для инвестирования. Именно власти, по логике вещей, должны заниматься брендингом. И мы все радостно, опять же, в нашем русском менталитете сидим и ждем, что за нас власти возьмутся, вложат бюджеты и все придумают здорово. Вот эти три картинки, которые я объединила под названием «Новые чудеса света», на самом деле это прекрасный пример того, как власть может быть замечательным инициатором. Был объявлен конкурс, и прекрасный инженер Эйфель решил, что вот эта вот 300-метровая железная дама как раз соответствует тендерной заявке. Собственно, благодаря этому, благодаря инициативе властей и благодаря таланту Эйфеля и его товарищей, и появилась эта железная дама. Как это часто бывает, со смелыми творческими идеями. Интеллигенция и народ не приняли категорически эту конструкцию. Были жуткие выступления против. Гедемо Пассан, вы все, наверное, помните эту цитату, любил говорить, что я обедаю каждый день на Эйфелевой башне, потому что это единственное место, откуда ее не видно. Были сумасшедшие митинги протеста. Несмотря на это, башня стоит, потому что через 20 лет стало понятно, вернее, еще раньше, чем через 20 лет, стало понятно, что сносить ее бессмысленно. Она укупила себя в первые полгода работы выставки практически. Второй премьер «Танцующий дом в Праге». Инициатором, опять же, выступила власть. Президент Вацлав Гашев. На сегодняшний день этот объект уже является одной из достопримечательностей Праги. Он есть во всех путеводителях, и туристы с удовольствием едут, смотрят. Поэтому он приносит стране доход. Лично я, находясь в Азии, поехала в Кулумпур с одной целью – посмотреть башню Петронаса. Собственно, проект называется «Башня Петронас», поскольку 49% инвестиций были от нефтедобывающей компании «Петронас». Башня, которая является самым высоким офисным зданием в мире. Транснациональные компании открыли там офисы, тоже инвестировали. Причем все эти три примера – это примеры, когда инициатором были власти. Естественно, что делали они это вместе с привлекая инвестиции. Но, тем не менее, инициатива была именно от властей. Слайды названием это «Кино». В 2008 году вышел фильм «Залечь на дно в Брюге». В 2009 году на 40% увеличилось посещение туристами города Брюге. На 30% увеличились продажи в ресторанах и уличных кафе. На 35% увеличилась заполняемость гостиниц. Это был абсолютный рекорд города Брюге за последние 200 лет. Судя по отзывам в интернете и судя по тому, что мои знакомые продолжают путешествия по Европе, заезжали в Брюге, потому что они видели этот фильм и он им понравился. Думаю, что там все хорошо. Пример – «Париж, я люблю тебя». Казалось бы, в Париже и так все хорошо с туристическим потоком, но парижские власти были озабочены тем, что они хотели переключить внимание на другие районы, не только Эфелева башня, Лувр, Версаль и так далее. Был создан фильм, и в фильме в первую очередь продвигались разные округа и районы Парижа для того, чтобы привлечь внимание и в эти районы тоже. На прошлой неделе мне пришлось путешествовать на машине. Мы проезжали по трассе прекрасный знак под названием «Бердюжье 78 километров». Мой муж и моя подруга в один голос крикнули «Бердюжье!» «Что у нас связано с Бердюжьей?» «Ну как же фильм?» «Я говорю, нет, в фильме были бельдяшки». Самое интересное, что бельдяшки реально существующий населенный пункт в Орловской области в двух километрах от трассы, которая ведет в Крым. То позиционирование, которое было в фильме, совершенно ничем не поддержано в жизни. Люди едут в бельдяшки, надеясь увидеть там прекрасный колоритный отель, в котором встречают всех жанров риски. И я нашла отзывы, что бельдяшки – это всего лишь 400 метров в каждую сторону. Там нет отеля вообще никакого, ни одного, естественно, ни одного ресторана. Единственные магазины и клубы, которые есть, были заколочены в день, когда человек, который писал это сообщение, приехал специально из Москвы, насмотревшись фильма, о чем говорят мужчины, посетить бельдяшки. Это я к тому, о том, как важно не только создать какой-то образ, но и поддерживать его объективной составляющей. Потому что если бельдяшки тут суетились и создали хотя бы один отель или ресторан, то, возможно, люди бы продолжали туда ездить. Пионерами российского брендинга, на самом деле, были примеры как раз тоже, которые были инициированы властями регионов. Брошу все, еду в Урюпинск. Урюпинск, право, пригласившая себя столицей российской провинции, на самом деле, поднялись не только власти. Местная текстильная фабрика, которая в 97-98 годах вообще не работала и была закрыта. Благодаря этой идее сейчас прекрасно себя чувствует. Основная продукция — это майки с надписью «Брошу все, еду в Урюпинск», либо майка с надписью «Москва, Урюпинск, Париж», либо еще какие-то подобные надписи. Сейчас я бы хотела перейти к тому, что не обязательно ждать, когда власти что-то сделают за нас. Вот этот пример международного устричного фестиваля в Ирландии — это пример, когда один человек в целях, в интересах своего бизнеса придумал идею, и эта идея стала работать. Менеджер отеля, когда думал, как же ему продлить сезон, как же ему обеспечить заполняемость, придумал, что нужно организовать в сентябре устричный фестиваль. И сегодня не только его отель заполнен всегда в сентябре туристами, но и, собственно, все отели этого города чувствуют себя неплохо. Ледяной отель в Швеции. Ледяной отель в Швеции придумала построить компания туристическая, которая организовывала летний туризм в Швеции. Организовали сначала фестиваль снежных скульптур и поручили французскому архитектору задумать на 60 квадратах жилища эскимосов и иглу. А жилища в первый же год так понравилась посетителям, что многие попросились ночевать, остаться в этом экспонате фестиваля снежных скульптур. И уже через год в этой деревушке решили строить ледяной отель. То есть уже через год он был. Это традиция. Туда тоже едут туристы, несмотря на то, что это находится в Лапандии, 200 километров от полярного круга. То есть понятно, что ни море, ни пляж, совершенно точно. Слайд аэропорта я решила отключить сюда, потому что аэропорт это тоже лицо региона, это тоже инструмент брендинга. Чаще всего это либо инициатива властей, поддержанная бизнесом, иногда это инициатива бизнеса, поддержанная властями. Аэропорт Сингапура-Чанги является уже много лет одним из лучших аэропортов мира. Опять же, я лично туда полетела только обладая этой информацией. Мне было интересно посмотреть, что же там такого уникального, почему именно он держится в топе в международных аэропортах. Растительность бурная, бассейн прямо на территории аэропорта, гостиницы прямо на территории аэропорта. Во галерее аэршоппинга можно просто потеряться и провести там не то, что два часа между рейсами, там можно жить, я не знаю, недельно. Это самый большой торговый центр Сингапура. И понятно, что прилетая, выбирая через какой аэропорт полететь, многие выбирают этот аэропорт, зная вот это все поднагодную. Аэропорт Мюхена, единственный европейский аэропорт, который входит в пятерку лучших международных аэропортов, отличается тем, что там есть гольф, есть кинотеатры на территории аэропорта, есть огромный детский сектор, в котором детям рассказывают, как функционирует аэропорт. Все наглядно рассказывают и показывают. Я решила осмелиться включить в этот слайд аэропорт Толмачево в городе Новосибирске по двум причинам. Первая причина, я горжусь тем, что в разработке стратегии позиционирования очень принимало участие в том числе мое агентство. Конечно, его сегодня нельзя сравнивать с Чанги, Мюнхеном или Хитро. Но если мы вспомним, друзья, 10 лет назад, как выглядел аэропорт Толмачево и что там было, Если мы вспомним, что еще 5 лет назад Красноярский аэропорт Емельянова всерьез претендовал также названием главного хаба в Сибири, сегодня это просто выглядит смешно, если посмотреть на то, что сделано в Толмачево, и то, в каком состоянии осталось Емельянова. Толмачево – главные ворота на пути из Европы в Азию. Аэропорт Новосибирск является альтернативным выставочным пространством, часто принимают у себя выставки те или иные, будущее зависит от тебя. Выставка современного искусства впервые экспонировалась именно в Толмачево. Это скульптура Йонаса Сафордиара стоимостью многие миллионы евро. Автор, который британец, его работы находятся в основном в коллекциях Мадонны, Пола Маккартни, Британского национального музея. Его скульптура «Поколение Сибири» экспонируется постоянно в аэропорту Толмачево. Если вы приедете в зал внутренних линий, выйдете, получите свой багаж, первое, что вы увидите эту скульптуру. Владельцы Толмачево всерьез обсуждают, что нужно опустить электропоезд из Толмачево в центр Новосибирска для того, чтобы люди, которые имеют транзитники, которые имеют запас времени, еще могли посмотреть город. Пока эта идея выглядит как космическая, потому что мы понимаем, что такое опустить электропоезд, какие деньги и так далее, я убеждена в том, что это будет. И в том, что Толмачево будет развиваться по своему стратегическому плану, который есть на сегодняшний день. Потому что, когда интересы бизнеса стыкуются с интересами региона и работают на его позиционировании, Новосибирск тоже старается себя позиционировать как такой главный транзитный, да, он и создавался так, как транзитный центр в Сибири, то, собственно, все совпадает. Перехожу к разделу, который называется «Личные инициативы в Брэминге». Как ни странно, Октоберфест, кто-нибудь знает, почему был создан Октоберфест? Многие думают, что по аналогии с фестивалями буржале, фестивалями молодого вина, а это что-нибудь про пиво, что там какая-нибудь урожайность подходила или еще что-то. На самом деле, это абсолютно личная инициатива принца Людвига, который женился в XIX веке на принцессе Терезии, решил угостить своих подданных подворотами своего дворца. Значит, в меню было пиво, иконные забеги. Через год подданные пришли и сказали, что мы хотим повторения праздника. Пурец Калаке давайте только перенесем на сентябрь, чтобы скрасить пасмурную осень. Собственно, на сегодняшний день это самое большое совместное употребление пива, которое длится 16 дней, более 1 миллиарда евро ежегодный доход. Правда, у стен дворца больше не проводят иконные забеги упразднили, но зато пиво «Октоберфест» знают, наверное, все во всем мире. Фестиваль цветов Челси в Великобритании. Это тоже личная инициатива одного парня, который в 1805 году решил поделиться с людьми своими знаниями о картофеле. После этого его инициатива превратилась в то, что в 1862 году в Британии организовалось Британское Королевское Садовое Общество, и именно в 1862 году в Британии стал проводиться фестиваль цветов или садовая выставка в Челси, или самый большой спешил ивент садоводства. То есть термины могут быть разные. Понятно одно, более 150 тысяч человек гостей посещают это действо, более 350 тысяч участников, которые так или иначе связаны с садовым обществом. Личное участие Елизаветы II Королевской семьи это обязательная история каждый год. Какое-то сумасшедшее количество кружек, чашек кофе, воды, шампанского продается на этом мероприятии. Вся эта информация тоже есть. Как мы знаем, семья Гугенхайма корнями из Нью-Йорка. В Нью-Йорке был открыт первый музей и, собственно, фонд поддержки современного искусства. Дальше эта семья нашла себе филиал в Европе, в Венеции. Но этот филиал был прекрасен во всем, кроме того, что там было мало выставочного пространства. И, собственно, когда семья Гугенхайма, фонд поддержки современного искусства, искала себе новое выставочное пространство в Европе, в этот же момент так удачно совпало, что власти басков задумались, как же им продвигать его регион, как же им продвигать Бильбао. Сделали предложение фонду современного искусства, от которого тот не смог отказаться. А именно, что полностью бюджет уникального музея возьмет на себя Министерство культуры Бильбао, Басков. Собственно, этот шутер сегодня посещает огромное количество туристов. 100 миллионов долларов было вложено в состояние этого уникального выставочного пространства, которое уникально и снаружи, и снутри. И внутри оправдало себя уже неоднократно. Кроме того, все, кто увлечены современным искусством, знают, что стоит посетить Бильбао. Если вы чувствуете в себе после того, как я вам показала, интересные картинки, что у вас в голове есть какая-то идея, может быть, она такая же простая, как идея построить подъемник в австрийском городе Ижбе, в деревне и так далее еще, может быть, она какая-то сложная. Самое главное, чтобы она была смелая и яркая, порой, как мы понимаем, даже дерзкая, как в истории с Эфилею Башни или танцующим домом в Праге. Та, которую сначала, может быть, не примут, но она совершенно точно должна быть креативной, интересной, заражать других и вызывать эмоции. И если вы чувствуете, что вы способны на такую идею, то давайте начнем заниматься брендингом своей территории уже сегодня все вместе, каждый в одиночку, за своими соседями, возможно, с бизнес-партнерами. Я убеждена в том, что мы сами можем улучшить эту территорию, на которой мы живем, не дожидаясь того, что кто-то в виде конца света или в виде властей решит это за нас. Спасибо большое. Идеи достойное распространение пропустить нельзя. Подробности на TEDx Новокузнецк.